Группа армянских паломников в сопровождении военнослужащих российского миротворческого контингента посетила древний армянский монастырский комплекс Дадиванг. Также российские миротворцы обеспечили безопасность армянских паломников при посещении армянского христианского монастыря Амарас, который находится в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Арцахе. В Арцахе планируется облегчить процедуру ношения оружия. Предусмотренная законопроектом поправка направлена на то, чтобы оставить за собой право приобретения охотничьего ружья за гражданами, прошедшими обязательную военную службу, которые знают правила обращения с ним. Авторы проекта также упоминают в обоснованиях, что в 2020 году многие деревни в республике Арцах стали приграничными поселениями в результате трехстороннего соглашения. Находясь в неразрешенном конфликте под ежедневной угрозой войны, гражданам республики Арцах крайне необходимо иметь возможность обеспечить необходимый уровень самообороны. Делегация из Армении, в состав которой входит вице-премьер Мгер Григорян, отправится с трехдневным визитом в Москву. Стороны обсудят армян-российское экономическое сотрудничество. В состав делегации, кроме Григоряна, входит руководитель протокола вице-премьера Давид Геворгян, замминистра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян, председатель комиссии по регулированию общественных услуг Армении Горигин Баграмян. Armenian Wounded Heroes Fund собрал 7,5 миллионов долларов для открытия собственного центра реабилитации раненых военнослужащих. Центр будет открыт в Ереване и займет площадь 7 тысяч квадратных метров. Помимо этого, Armenian Wounded Heroes Fund передал фонду 1000+.AM 122 тысячи долларов, ожоговый центр в Ереване получил 10 тысяч долларов, семьи раненых солдат получили 200 тысяч долларов, а на протезы фонд выделил 500 тысяч долларов. Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения начинает образовательную лагерную программу «Шаг к дому» для юношей и девушек из диаспоры в возрасте от 13 до 18 лет. Чтобы провести лето на родине, узнать Армению поближе и приобрести друзей со всего мира, нужно просто заполнить заявку на сайте правительства. Сегодня открывается международная туристическая выставка MITT-2021 в Москве. Армения в лице Госкомитета по туризму Республики представлена отдельным стендом. В рамках выставки культурный центр посольства представил свою арт-инсталляцию. Сквер имени легендарного клоуна Мима народного артиста Армянской ССР Леонида Янгибарова открылся в понедельник в Ереване. Дата открытия приурочена ко дню рождения артиста. Спустя 10 лет, на протяжении которого велось строительство здания цирка, на родное место вернулся также памятник артисту. Решение о переименовании сквера именем Янгибарова было принято в апреле 2020 года. Сквер расположен у здания Ереванского цирка на углу улиц Сурб-Григор-Лусаву-Рич и Агатан-Гехос в центре столицы. Друзья, подписывайтесь на Hike Media в Instagram. Ежедневные новости Армении и Арцаха. Люди и события армянского мира. Оставайтесь с нами. Будьте на армянской волне. Спустя почти два месяца своего президентства Байден не звонил Эрдогану, что некоторые в Турции считают тревожным знаком. Для сравнения, бывший президент Дональд Трамп и Эрдоган провели беседу всего через несколько дней после выборов 2016 года. В публичных заявлениях турецкие официальные лица преуменьшают проблему отсутствия телефонных звонков из Белого дома, отмечая, что разговоры ведутся на других уровнях. Но высокопоставленный турецкий чиновник сказал Associated Press, что офис Эрдогана в панике от этого. Владимир Путин присвоил почетное звание заслуженного географа Российской Федерации первому вице-президенту Русского географического общества, депутату Государственной Думы армянского происхождения Артуру Челенгарову. Помимо огромного количества российских и международных наград и званий, Челенгаров в 2000 году награжден от Армении медалью Анании Широкацы, а в 2008 году – Орденом Святого Месропа Маштоца. Группа политэмигрантов из Азербайджана провела акцию протеста перед зданием Министерства иностранных дел Германии в Берлине, требуя обеспечить их безопасность. Как сообщает Туран, акция была приурочена ко вчерашнему покушению на жизнь блогера-политэмигранта Мохаммеда Мирзали во Франции. От здания Министерства иностранных дел собравшиеся двинулись к посольству Азербайджана, где продолжили акцию. Выступившие осудили преследование политэмигрантов в Европе, потребовав от стран-членов Евросоюза принять меры для безопасности критиков правительства Азербайджана. Сто лет тому назад, 16 марта 1921 года, Советская Россия и Кемалийская Турция подписали в Кремле «Договор о дружбе и братстве». Согласно условиям, бывшие армяно-населенные территории Российской империи, Карс, Ордоган и Сурмалинский уезд с горой Арарат отходили туркам. При этом Турция уступала советской Грузии Батум. Кроме того, Москва обязывалась предоставить кемалистам существенную помощь деньгами и оружием. По сведениям из Анкары, Эрдоган пребывает в ярости. Легенда о его любимых байрактарах разрушена окончательно. Сперва на его нефтеперерабатывающий завод, который находится на севере Сирии, прилетели три ракеты, которые эффективно поразили упомянутый завод и множество цистерн. Ракеты были выпущены из российских кораблей, находящихся в этот момент в Средиземном море. Вооруженные силы Турции разработали план, согласно которому должен был быть нанесен молниеносный удар при помощи своих хваленых ударных беспилотников байрактар. Целью была выбрана локация, которую прикрывал российский зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С». Однако противовоздушная оборона отлично показала себя и уничтожила более десятка хваленых БПЛА за три дня. Сегодня свое 85-летие отмечает Реймонд Дамодиан, изобретатель МРТ. Реймонд Дамодиан был награжден американской национальной медалью за заслуги в области технологий, введен в Национальный зал славы изобретателей и получил премию Массачусетского технологического института и фонда имени Лемельсона как человек, который изобрел магнитно-резонансный томограф. Европарламент подтвердил и осудил привлечение Турции сирийских наемников к войне в Нагорном Карабахе. В тексте резолюции, в частности, говорится. По данным стран-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Турция перебросила сирийских наемников в Нагорный Карабах. Европейский парламент решительно осуждает использование Турции сирийских наемников в конфликтах в Ливии и в Нагорном Карабахе в нарушение норм международного права. Продолжаем акцию «Помоги стране, покупай армянское». Компания Metal World производит в Армении крышки, консервные банки и другую продукцию из металла. В прошедшем тяжелом экономическом году Metal World не только не сократил объемы своих работ, но и открыл новое производство, закупив оборудование на 3,5 миллионов долларов и создав новые рабочие места.